Всем привет! Вчера я выложил первое видео за очень долгое время, аж два месяца, ничего почти что не выкладывал, но времена молчания закончились. Сегодня я расскажу вам про кино. Вчера пообещал, сегодня расскажу. Как вы знаете, в сентябре мы с Робеккой ездили на международный московский кинофестиваль. Например, наш фильм, ну не наш, а фильм про нас, снимался этот фильм 7 лет и просто я уже не верил, что она выйдет, наконец-то вышла пример. Но перед тем, что я расскажу вам про кино, мои впечатления, почему вам стоит посмотреть его, хочу выйти на чистую воду, почему все-таки я так долго молчал. Да, был покос и он затянулся до конца сентября, это на самом деле. Да, мы ездили с Робеккой на московский кинофестиваль, вот это вот заняло там много времени, было очень много всяких там переписки, которые пришлось делать, отвечать на всякие письма после выхода фильма. Это было. Начали забивать скот, осеянные всякие работы. Но это все-таки не основные причины, почему я так долго не снимал видео. Настоящая причина, я думаю, вы догадались, да, это была мобилизация. И хоть стоило ожидать это событие, она как-то постигла меня неожиданно, как, наверное, многие из вас. И для меня мобилизация-то нахлынула какая-то волна каких-то претерывчивых внутренних чувств, какой-то вот, я не знаю, какой-то туман. Очень много друзей, просто очень много друзей просто уехали из страны. Многие друзья, которые уже были в тот момент за рубежом, писали всякие письма, звонили, вещевали. И Джастас, нужно уезжать, и теперь русский гражданин, тебе нужно быстрее выезжать из России, пока это возможно. И внутри какая-то боль, какая-то вот неопределенность, какая-то непонятка. Я не скажу, что у меня была депрессия, я не люблю кидаться такими словами, но было какое-то опущение рук, какое-то отчаяние внутреннее. И потом я вспомнил про название нашего фильма, наше кино. Фильм называется «Земля больших возможностей». Это тот посыл, который я старался давать все эти годы на канале. Что наша Россия, наша Родина, наша великая страна имеет огромнейший-огромнейший потенциал, огромнейшие возможности. Но возможности от действительности отличаются тем, что возможности нужно воплощать. И часто их нужно воплощать вопреки обстоятельствам, а не благодаря обстоятельствам. Режиссер Андрей Анинин. Анинин, Ананин. Андрюха, прости. Андрей ездил к нам 7 лет подряд, по 2, по 3 раза в год, по 4 раза в год, по месяц, по 3 недели жил вместе с нами. Я до сих пор не выучил, как правильно выговаривать его фамилию. Но он наснимал очень много материала, много тысяч часов материала нашей жизни, жизни ребят, которые были с нами. Как мы проходили все эти обстоятельства. Наши тяготи и победы, наши поражения и радости. Много разного всяких событий. Снято, зафиксировано. Это такой очень интересный получился материал. Мы с Ребеккой, когда поехали в Москву на кинофестиваль, были на двух больших примерах. То есть это было два больших Аймакса, полные залы, куча народа, много подписчиков. Всем огромное спасибо, которые пришли. Не только подписчики, многие другие люди. И если вдруг, если вдруг вы не успели прийти на показ в Москве, я сильно советую вам сегодня посмотреть в интернете. Можно посмотреть онлайн в кинотеатр, онлайн кинотеатр QON. Первая серия. Фильм состоит из трех серий. Около двух часов все вместе. Можно посмотреть за один присест. Первая серия бесплатно. Два серии, последние два серии. Вторая и третья серии. Нужно сделать, оформить подписку. Друзья, скажу без излишних скромностей. Это того стоит. Хороший на самом деле фильм, который показывает такой, как мне кажется, оптимистичный взгляд на вещи. На происходящее в России. На достижение мечты. Вот. Такого человека, который хочет переживать, мечтает переехать на землю. Но без... Но с реализмом. То есть такой оптимистичный взгляд. Реалистичный. Про нашу жизнь. Про тех, которые рядом с нами. Про движение. Возвращение на землю в принципе. И про село тоже в целом. Посмотри. Я думаю, что тебе очень это понравится. Даст взгляд на нашу жизнь. И может быть даже ободрить тебе достигать твою мечту в эти непростые времена. Друзья, несмотря на все, что происходит сегодня в мире. И даже в каком-то смысле, может быть, благодаря геополитической обстановке. Нам все еще предстоит войти в наше предназначение. Чтобы наша родина, наша страна, наша Россия стала сельскохозяйственной державой мира. Это не произойдет без нашего участия. Без вашего участия. Посмотри фильм. Зарядись каким-то позитивом. И давайте достигать эти мечты. Чтобы наша земля стала на самом деле благословенной. Оставалась благословенной. Стала и была этой великой Господней земли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...